и так не будет все и все будет не так текст пока учим сейчас совсем приблизительно тех говорить сейчас у нас продолжаем наш личный монолог артисты готовы там да готовы значит сейчас где-то минут 20 у нас произойдет следующий я взял пять молодых артистов курса не устроила андрея вот и начали активно в репритуаре первое появление на сцене артистка анастасия попова я и моя собака прошу любить и жаловать анна кизикова я и мои собаки монолог действующие лица марина голос голос давайте по порядку марина впервые за два года у меня был настоящий качественный чувственный поход в ресторан и так классе будет опять белая в подружках невесты пускай наташа теперь ибо на свидание он пришел цветами фотография прилагает предложила егор приехать к нам спасибо петькиному папе квартира большая кстати от стеллажа в большой комнате я бы избавилась уже громоздкий много места занимает егор пока не соглашается смысле не стеллаж конечно выкидывать и приезжать не думаю что боится просто просто я все еще не могу поверить своему счастью нет он точно не боится раз не испугался завести отношения с матерью двоих не очень замечательных детей с собакой на каждого понимает всяко в жизни бывает в понедельник у нас прорвало трубу пришел слесарь а он такой своеобразный очень четвертый раз женат и дети по всем городам забил и жених видать пришел сел в ванну в позу лотоса посидел помычал покряхтел и сказал сыт я и мои собаки были в шоке не от того что сыт хотя слово и грубоватое а от лотоса а потом слесарь вообще начал говорить про деньги не люблю я таких тем позвонил Егору он поржал над моей беспомощностью приехал и все сделал люблю потом кино смотрели не запомнила какой я о чем переехал дети пока в лагере и в неведении вот такой сюрприз не скажут же что мама с ума сошла да и он им нравится я знаю лично я никогда не была в лагере шумно слишком надеюсь это не считается вот сейчас что я проецирую на них свою нереализацию или как это называется надо почитать литературу по этому поводу а стеллаж мы выкинули осознание факта новой жизни для детей прошло без проблем сюрприз удался младец мама питька маленький и поэтому просто рад что появился мужчина который его поймет неправдоподобно изобразить воюшку или самолетики не знаю уж во что они там играют как мужчина с дочкой сложнее все таки возраст такой она питькиного папу за своего тоже считает а своего не увидела и не увидит как фотографии Унижение, унижение, подвянки. И в конце чужие люди друг друга. Сколько людей годами возятся в прошлом, выискивая за болью боль. Каждый раз переживают по новым выстраданное расставание. А бывшие давно устроились под новым боком и живут полноценной жизнью. Но неужели вы думаете заниматься своим и упрекать в том, что персонаж, для которого вы не стали любовью всей его жизни, испортил вам все, делав другой выбор. Абсолютно каждый принадлежит только себе. А значит быть счастливым здесь и сейчас или заложником выстраданного прошлого, только дело личное, конечно. В общем, не думаю, что для нее Егор это большая травма. У дочери увлечения есть музыка. Нет, она не дурацкая, конечно, но я просто классику не люблю. Сядет за свое, лишедшее по наследству от меня, пианино и туда-сюда классику гоняет. Фотография прилагается. Попробовала бы джаз. Я бы подпеть даже могла. Я ей не предлагала. Такой ричик изобразила. Что ладно, пускай дальше свое это скучно играет. Может еще вырастет, осознает? Осознает. Куда она делится? А что я в ее возрасте? Я в ее возрасте мечтала ботом стать. И даже волосы в черный покрасила. Ну как черный с синим отливой получилось. Но так даже интереснее, интригующее. Что нам тем годом еще надо было? Внимание привлекали. А моя нет. Ее внимание особо и не надо. Дальше можно пропустить. Правильно. Главное внутренняя работа. Надеюсь, она насмотрелась на меня и мечтает выйти замуж за хорошего человека. Егор сам предложил, чтобы его квартиру сдавали, а денежку в семье. У меня теперь снова настоящая семья. И денежка это кстати. Моя любимая работа не очень благодарна в плане денег, но сутки пропадать заставляет. Детям веселее будет. У Егора нормальная среднестатистическая работа с 8.30 до 17.00. Хотя что по ночам изменяется лица? Пускай спят. Надо сказать Егору, чтобы смотрел, чтобы в телефонах своих не досиживались. Хотели детей в цирк повезти. Но вспомнили, что сцены с дрессированными животными все охоту отбивают. Эти измученные, дикие зверюшки проходят через все круги ада и ломаются под метр человека. Только прошу, не надо рассказывать о том, как на самом деле их любят и отборным мясом коды. И вообще, что они рождаются в клерках, и для них это все норма. Чтобы зверь принял вас за авторитет, ему нужно показать свою силу. Через насилие добиваются подчинения и выполнения команд. Так Егор сказал. Зрелищный видит достижения и возможности людей. Вот вчера приехали замечательные костюмчики моим собакам. Стекленки и обезьянки. Фотографию прилагаются. Все с семьей ходили в зоопарк. Собаки в обновках как раз к случаю. Идилия. Мне было, правда, немного скучно. Животных я и на работе вижу. Свиней, козлов, коров, ослов, паров. А всем остальным было очень весело. Особенно с сахарной батой. Конечно. Им за фигурой и зубами еще рано следить. Фотография прилагается. Егор сказал, что он мой муж. Работа, 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 работа. Много работы. Две наши собаки боятся Егора. По ящику идет передача, где приходят звериные психологи. И все. Психическое состояние животное по полочкам раскладывают. Исправляют. Был похожий случай. Сделали все, как там. Он покатался с собаками на автобусах, чтобы те научились доверять. Фотография прилагается. И мне помогло. Видимо, йорки почувствовали, что Егор врет, и у него есть машина. Мол, что вы нам какой-то вонючий автобус подсовываете? Мы декоративная порода собак. Ну, секундочку. Да понятно, что ревнуют просто. Ну, а что поделать? В жизни сложная штука. Пускай привыкают. Есть люди принципиально несчастны от того, что они дошли до такой степени душевной усталости или неряшенности, когда каждое усилие воли становится почти физической болью. Быть несчастны легко. Счастье же, как и все прекрасное, дается с трудом. То есть, такими суждениями вы хотите сказать? Я редкий человек, у кого все наварит. Мой день никогда не начинается с вопросов и нытья. Как же жить? Мне сложно утром вставать. Как же тяжело. Я устала, все плохо. Именно мы задаем себе жизнь умривой. Именно от нас зависит, насколько счастливой, легкой и беззаботной будет жизнь. Бывает ли мне плохо? Нет. Как справиться с депрессией? А что это? Голова болит? А если внимательно прислушиваться к себе? Может, просто кому-то нужно внимание и единственный способ? Это пожаловать в мину. Я наслаждаюсь каждым днем. И редкий случай, когда я могу позволить себе инфантилизм или разрешу лень для хозяйка на пару дней. Да, мама устала. Такое бывает раз в месяц. Сынок бабушки, хотя бабушка хотела бы видеть меня, посмотреть в глаза и поговорить за душу, дочь с мужем в кино, собак под замок. Наташка себе в гости на пару часиков. А потом и саму себя в ванной с пенкой можно. И с бокалом вина, если он после Наташки останется. Пришла, как всегда, веселая Наташа. Фотография прилагается. Слушали зимфиру и лумий тролля. Наташка вообще сказала, что мы слушали их до того, как это стало мейнстримом. Пили армянское вино, потому что Наташка сейчас официантка в армянском ресторане. О том, что она могла бы быть хорошим экономистом, а не вот это вот все, я ей, конечно, не говорю. Главное, чему научил ее общепит, чужая шуба, не одежда. Чужой мужчина, не одежда. Не одежда. А ведь она у меня красивая. И вот такая фигня с ней происходит. Когда пьяная Наташа уходила, она сказала, Марина, красавица, не страшно. Чему это вообще? Моя любимая пьяница. Фотография прилагается. Мне вот реально такие подруги не совсем понятны. То есть пока ты одна, то готова и дружить, и рядом быть, и обмениваться какой-то инфой. Ну, так устроен человек без общения никуда. А как появился потенциальный партнер, так можно до времени забить на дружбу, а то и вовсе исчезнуть до первой проблемы. Как это эгоистично. Дружба не должна стоять на последней мести. К тому же, кто, как не друг, будет помогать зализывать себя на любви из раненого сердца? Получается, пользуешься дружескими отношениями только когда выгодно тебе? Но так не бывает. Всегда приходит конец таким отношениям. И не научившись ценить чужие чувства, будешь всю жизнь размениваться на мелочи. И у всех людей можно пускать в свою душу. А лишь тех, кто этого достоин, кто может ее осветлить как-то ненагативнее. Что касается пользы, то ее можно извлекать из отношений со всеми людьми, какими бы они ни были. Пользу, но не удовольствие. Опять мысли путаются. Не нужно ждать от некоторых людей больше того, на что они способны. Давать силе ничего не нужно. Не надо метать бисер перед теми, кто его толчет. Искать необходимо таких людей, которые подходят для тех отношений, на которые вы рассчитываете и в которых вы нуждаетесь. А главное, надо быть взаимным мужем. Во всем нужна гармония. Купили мужу собаку. Такого же моего любимого Йоркширского триггера. Чтобы мальчик не обижался, что его не любят. Надеюсь, другие насмотрятся на ноленьку и тоже не борются на данный момент. Ревниваются. Может, она потом третьему карапузу перейдет. Кого я обманываю. Это все мои собаки. Дома стало еще веселее. Фотография прилагается. Если я не могу уснуть, то не могу уснуть. Вроде и спать хочется и надо, но... Особенно если надо, то точно не могу. Побью, открою форточку, послушаю соседей, сопение. А потом храп мужчины под боком. Дам поддых мужчине и продолжу слушать сопение. Подумаю, что вообще-то все хорошо. И все это закрытыми глазами. И все у нас правда хорошо. Нет цветы, да. Но уснуть не могу. Первые полтора часа просто лежу. Думаю. Думаю о том, в каком порядке, что буду делать утром, при условии, что не выспусь. Вспоминаю, что надо сделать на работе. Что надо сделать на работе. Купить в магазине. Что надо придумать. Как праздновать сын на день рождения. Хоть он и через месяц. Через полтора часа мысли начнут путаться, а здоровый сон Егор раздражать. И не люблю быть злой. Поэтому залазил в телефон, смотрю, сколько стоит такси до работы, чтобы поехать сейчас. Чтобы отработать сейчас, если уж все равно не сплю, а домой пораньше. К семье, к собакам. К телевизору, в конце концов. Пролистаю на восьмые ленты. Вряд ли поржу, но прогментирую. Начну сердиться еще больше, потому что мало друзей онлайн. Конечно, все спят с утра. А те, кто не спит, в других часовых поясах. Видимо, мысленно и я где-то не тут. Не люблю быть злой. Это как-то неестественно. Хотя, если случается, значит, вполне естественно, да? Нашла рецепт успокаивающего чая перед сном. Запах покупных меня изначально не отражает. Девять грамм цветков ромашки, шесть грамм корней барельяны, пятнадцать штук плодов книна. Измельчить, залить. Ноль пять литров кипятка. Настоять. Вуаля! Вы настоящая чародейка. Сыпьте себе в лицо сонной пылью. Если мало буду спать, потолстею. Если, конечно, мало спать, не за Егор. С Егором я готова не спать ночью напролет. Бояка получилась. Скажу прямо. Я имела в виду ниточку в иголочку. Но в последнее время он встает на работе. Все болезни от нервов, а вот от чего я не сплю непонятно. Третье несколько дней болело. С другими собаками такого раньше не было. Как бы не заразились. Мы ей имя-то еще до конца не выбрали. То ли бусинка, то ли кубочка. Стонет или ходит, не ест, не пьет. Выставите в ветеринар. Приехала малолетняя девочка-цветочек. Серьезно покачала головой, собрала три тысячи. Стервы, наверное, и наверняка две. Жалко. И Егору очень жалко. И Егору очень грустно. Но приняли решение усыпить. Ну а что с ним делать? И она мучается. И мы мучаемся, когда смотрим на это. Подождали, пока дети лягут спать. Вызвали круглосыточную ветеринар. Егор спустился у подъезда ждать, чтобы домофоном не разбудили. На этот раз приехали два русских власть. Сделали укол, накрыли простыньки в коридоре и уехали, взяв деньги, конечно. Даже если вы уже слышите шорох своих крыльев, а ним освещает вам дорогу, то это не значит, что за вами нет косяков. С того момента, как осудили, вы начинаете падать в ту же яму. А гордыня, которая в вас ослепила, еще и бетонной плитой сверху прилетает. В общем, сидим с Егором на кухне в полумраке. Пьем водку, поминаем, успокаиваемся. Я думаю о том, что все это значит. Ну, кошки там как-то на себя смерть переманивают, а собаки что? Я вообще-то не своеверная, но... И тут я под ноги смотрю, а там она стоит. Хвостом машет. Таких круглых глаз, как у Егора, я никогда не видела. В общем, детей все-таки разбудили. Точнее, разбудила я своим криком. Собака абсолютно здоровая. Фотография прилагалась. Работа, работа, работа. Приходишь домой, а они все съели. Тут заметила, что в нашем доме стало меньше музыки. Влюбилась, что ли, моя маковка. Пропадает все время где-то. Ладно, поговорим. Надо просто говорить и слушать. Теперь удобно. Можно ходить на оба родительских собрания. Еще не решили, куда Егор пойдет, а куда я. Вот мамашки офигеют. Дети в шоке, конечно, и в ужасе. Хотя чего им бояться? Никогда их не ругали. Никогда, мои котятки. Да и вообще, собрание для чего-то другого создано, а не для отчетов родителей. Все дело в том, что мы не запрещаем. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, помогал, делал, а не сидел в телефоне? Тогда объясните ему, как правильно. Небольшая травма, типа синяка, мозоль, заносы и даже ушибы – это норма для человеческого тела. Один фикс, подкнемся на ровном месте, стукнемся меденцем и в косяк, заденем метром край дивана. Хотите, чтобы ребенок умел? Дайте ему возможность не учиться. Иначе, убегая его от всех бед, делая работу за него, вы сами растите в нем инфантилизм. Надо угомонять свою гиперопеку, иначе ребенок найдет любое применение молодой энергии. Дочь знакомила нас со своим мальчиком. Фотография прилагается. Ну, как знакомила? Мы быстро приедем из Икеи, заходим, а они на кухне, на столе. Разложили сухари свои и сидят, едят. В кастрюльке пельмени варятся, хотя в холодильнике еще курица оставалась. Согласна. Пора предупреждать, когда домой идем. Хотя бы в дни, когда сын на борьбе или рисовали. Хороший мальчик, кудрявенький, чуть старше, мучеливый. Родители разведены, у обоих бизнес. Сестер и братьев нет, только двоюродный от Краснодара. Мучеливый. Говорю потом дочке, когда он ушел. Эти красивенькие будут, кудрявенькие. А она мне, ну, у него, может, и кудрявенькие. Он чем-то на его и похож. Всяга не вся, а в мамку свою. Егору парень мне понравился. Потому что, я сейчас банальше ему скажу, но я тоже когда-то был в его возрасте и думал только об одном. Не отрицаю, может, он и особенный. Не пускай. На ошибку кучится. И пока что, и делать их можно. Но не внуков нет. Хотя бы годика через пять, на крайний случай. А лучше через пять. Прихожу домой. Дочь с мужем на кухне, дочь в слезах. Зло шла на моменте, когда Егор говорил, что, типа, сиди лучше дома, книжки читай. Увидели меня, дочь другого к себе в комнату. Не знала, что Егору насколько не понравился тот парень. Чужая ему девочка, грубо говоря. А он как настоящий отец. Дочь с дверью не открыла. Все же у тебя в жизни есть. Семья, работа, собаки, приятное времяпровождение. И даже то платье, которое ты хотела целый месяц. Что еще надо? Можешь на фильм записаться? Как же сохранить брак и интересный друг? Как показывает практика, история у всех похожа. Но кто-то хочет сохранить брак, а кому-то нафиг это не надо. И а из тех, кому нафиг это не надо. Но если это стоит чего-то, то лучше сохранить. Часто гордость берет верх над любым разумом. Хочется взять и послать все к чертям. Но если притушить к себе эту слабость под названием гордость, то можно увидеть много того, что она не дает увидеть. Почти каждая женщина находится в состоянии жертвы. Причем сами себя в рамки эти загоняют. В этом и есть часть правды. Пока беременная, потом кормящая, практически нет возможности строить свою карьеру. А также благодаря гормонам, эмоционально уязвимым. И так вот за годом. А затем с новыми морщинками и лишним пилом будет чем-то недовольным. Вроде как семья норм, а как муж претензий. Это тоже нужно обождать. Почему? Конечно, надо уметь вовремя выходить из состояния жертвы. Наше умение рожать – это жизненный бонус. Мои дети – это моя отдушина радость. Именно ярлык «Я родила для тебя» убивает все отношения. Я рожаю только для себя. В первую очередь это мои дети и только потом наши. Я из тех женщин, кто не будет своего, сравненная с другими мужьями. Так как подруги всегда расскажут о том, какие у них золотые мужья. И ты понимаешь, что твой однозначное говно. А если глубже смотреть, то у каждой, у каждой одна и та же ситуация. Муж теряет интеллект. Разумеется, теряет. Смотрим в зеркало и честно отвечаем на вопрос «Мы-то сами себя хотим?» Когда я последний раз мозг выносила. А СМС ты где? Почему трупы не взял? Когда живешь со своей второй половиной, как с другом, когда не забываешь его привлекать в свою материнскую жизнь, тогда мужчины, конечно, по-другому начинают относиться к тебе. Они принимают участие. Они намного умеют. И все-таки я с мужем умудрилась быть другом, с которым хорошо переспать. Он открывает мне свои горизонты, а я и на свой мир. Мы научились слышать друг друга. Егор сказал, что ему нужно личное пространство. А я этого не понимаю. Нет, я не понимаю. Нет, я понимаю. Всем нужно личное пространство. Но это значит, что он от меня устал. Он взял подушку и ушел в ванную. Через полчаса вышел, надел куртку и уехал. Дочки нет второй сутки. Это все возраст. Рано или поздно детей приходится отпускать. Егор не врет трубку. И это все возраст. При кризисе среднего возраста у мужчины нельзя ленить себя. Особенно, если ты умная женщина. Частенько слышу, как буквально с гордостью заявляют о себе. Я упертая, упертая. Возможно, для достижения цели это неплохо. Когда человек с упорством, опять же таки, упорство, а не упертость, вбивается в силу. Но быть упертым относительно каких-либо ситуаций или окружающих, это сравнимо с глупостью. Не зря же говорят, упертый как баран. Бараны же тупые. Умные только мои собаки. Пора бы учиться быть гибкими во всех смыслах. Кстати, замечено, что люди гибкие умом часто имеют гибкое тело. И так же наоборот. Упертые жалуются на шею, колени, спины. Уверена, что такую черту парактора чаще приобретают, нежели она передается по наследству. А значит, ее легко можно поменять. Ни того из подружек, именно я не знаю. И в чате к мамашкам одноклассников не написать всем приветик, у кого мое сокровище. Эра родителей в WhatsApp началась уже только на сцене. Кто-то скажет, я его больше люблю. Дети маленькие были, фотографии прилагаются. Все время спрашивали. Мама, кого ты больше любишь? Понятно, что эта старшая подговаривала маленького, довести его хотела. А я им отвечала. Вот вы кого больше любите, ручки или ножки? Ручки. Я именно пианино не играю. И от ножек бы не отказаться. Нет, я именно педали на пианино не жму. Тут, конечно, получается, что дочь это все использует в своих интересах, как бы. А метафора-то другого. Конечно. Но суть ясна. В красном и белом сказали, что оптимальная температура потребления пива коллеглется в пределах от плюс 6 до плюс 12 градусов. Шампанского от плюс 7 до плюс 10. Виски – напиток уникальный. Его можно пить как в чистом виде, так и с различными добавками. Шотландцы и ирландцы, например, пьют виски со льдом и чистой водой. А американцы разбавляют его колы и содовый. Единственное, чего не терпит виски – это соседство другого алкоголя. В Мексике, которую традиционно считают родиной текилы, ее пьют залпом. Ничем не запустили, не запивая. За пределами же Мексики самый распространенный вариант – это лизни, а прикинь, гусни. На внешнюю сторону ладони между указательными и большими пальцами насыпайте соль. Пальцами зажимайте только лайма или лимона, а дальше все просто. Лизнул соль, выпил залпом в рюмку текилы и закусил лимон. Кстати, в Германии текилы пьют по такой же схеме, потому что вместо соли используют корицу. А вместо лайма или лимона – апельсин. Но я бы съездила в Мексике. Оптимальная же температура потребления пива корректируется для разных сортов. В пределах от плюс 6 до плюс 12 градусов. Традиционно считается, что в теплое время вода употреблять стоит светлые сорта пива, а в холодные наоборот – темные. Все это неправда, ложь, чепуха и вообще что-то не то. Я проверяла. Фотография прилагается. Дома тихо. Я и мои собаки. Сын где-то в недалке сидит. Оказывается, с работы могут уволить за запах. Ладно, не уволить, а сказать. Мы алкоголикам только белую зарплату платим. Скажите, с каких таких пор правда приравнялась к понятию поливать грязь? Если я где-то накосячила, то я признаюсь вот. И мне, конечно, стыдно за мои косяки, потому и стараюсь исправлять эти ошибки. Шила в мешке не укрепить. Вот как я люблю эту фразу. Хочешь быть счастливым, не будь. Счастье есть у каждого. А точнее, оно живет в каждом из нас. Мы делимся тем, что нашли или открыли в себе. Мы показываем свой мир таким, каким его видим сам. И вроде бы, чего я тут нового сказал. Однако умилое говно продолжает мантру. Как мантру утвердить о том, что его мечта – это быть счастливым человеком. При этом, глядя хуже, видит там только грязь. Я очень люблю мультик «Кокровка енота», где он пошел на пруд за сладкой осокой и, увидев свое грозное отражение, испугался и убежал. Вот так и мило. Глядя на себя со стороны, не понимая, где оно счастье-то. Не боимся сами себя. Можно всем думаться. Но при этом, издаешься один на один с собой, снимаешь маску, сидишь и думаешь, а что тебе для счастья надо? Да у тебя и так все есть, это ты сам. Нет смысла ждать, что кто-то его принесет, в руки тебе подаст. Да, будет счастье на пять минут и не более того. А также нет смысла кого-либо обвинять, чтобы ее счастье украли. Счастье живет внутри каждого. И только нам решать, быть счастливым или мечтать о счастье. Егор вернулся. С цветами, фотография прилагались. И двадцатью-пятью килограммами корма. Я прочитала, что мужчинам в кризисе среднего возраста мешать продать нельзя. Ну и, конечно, себя иметь вообще нельзя. Повторяю. Идерия будет снова. Сидели все семьей, пили чай, смеялись, фотография прилагается. Дети спать ушли. Еще долго с Егором не ложились. Как правильно открывать рот? Речь пойдет о том, что он говорит. Через яркие эмоции проще узнать, кто перед тобой. Поднимаешь горячую тему, и сразу натура считывается. Почему? Расклад не мной придуманный, но мной проверенный. В любом вопросе, который вас возмущает, агрессивная реакция – это не что иное, как проекция себя лично. Открыв рот, воспользовавшись даром говорить, люди будут рассказывать о себе. Поэтому я никому ничего плохого никогда не говорила. Теперь точно никогда. На завтрак. Собакам морковку тертую, диета – бедняжки. Мужу кофе и бутерброд. Обязательные с кетчупом и с майонезом. Доча йогурт, сыне – амлетик. Он так и сказал. Хочу омлетик.